всем огромный привет этот вечер я хочу провести вместе с вами и прямо сейчас я отправлюсь на новое хобби а именно это будет лепка из глины в технике по моему на рекоме я вот здесь подпишу и это для меня будет абсолютно новый опыт что-то неизведанное поэтому я очень и очень рада и кстати именно осенью когда мы начинаем больше проводить времени дома потому что на улице просто холодно темнеет рано именно в это время нам очень легко поймать вот это грустное слегка депрессивное настроение и как говорят психологи да не просто психологи обычные люди справятся вот с этим грустным настроением лучше всего помогают эмоции лучше всего новые эмоции это встреча с друзьями возможно даже новые знакомства и самый хороший пример это конечно же новое хобби поэтому я противлюсь этому грустному состоянию и спешу на новое хобби сейчас я быстренько сделаю себе легкий макияж просто приведу себя в порядок и уже буду выдвигаться потому что до занятия остался час вот и приятного просмотра итак я собрана надеюсь что не замерзну потому что сегодня у нас на улице уже один градус и я очень надеюсь что не замерзну если что шарф накину на голову но в принципе мне идти буквально вот пять минут до остановки все я побежала я выхожу прямо впритык и я очень надеюсь что я не опоздаю потому что я не люблю опаздывать но частенько я прихожу прямо впритык чтобы все успеть постепенно я уставшие но счастливые мне очень сильно понравилось мое изделие будет готово только через месяц и я уже жду не дождусь сейчас пойду в душ и уже после душа к вам вернусь а кто это меня встречает того меня встречает да ты сладкая ты сладкая это безумно приятное чувство вернуться с улицы с этой осенней холодрыги принять горячий душ и надеть чистую домашнюю одежду здесь у меня еще горячий чаек и шоколадка припрятана на кухне и так сейчас вместе с вами я сделаю небольшой уход за волосами я мой волосы раз три дня и сейчас после каждого мытья я наношу никотиновую кислоту от реневал и и как раз таки нужно наносить раз три дня в течение курса у меня здесь осталось всего две ампулы это дело занимает буквально минутку потому что наносится она максимально легко в общем я разделяю вот так волосы пополам и начинаю наносить зигзагообразными движениями нанесла по центру теперь наношу сбоку справа нанесла теперь слева здесь такой маленький носик как раз таки удобно наносить она ощущается как водичка и совершенно не чувствуется на голове в общем я нанесла это дело смывать не нужно теперь я делаю массаж головы и это еще один плюс что данный курс никотиновой кислотой приучил меня делать массаж головы после каждого мытья важный момент как сделать массаж головы раньше я могла было просто вот так тереть мне казалось что это массаж но самое важное в массаже головы для того чтобы он приносил нужный результат это отодвигать кожу насколько я знаю никотиновая кислота укрепляет корни стимулирует кровообращение плюс мы дополнительно это стимулируем массажем то есть двойной эффект и тем самым все это приводит к тому что волосы меньше выпадают лучше растут сейчас я использовала уже девятую ампулу и самом начале своего эксперимента по отращиванию волос то есть в начале курса я измерила длину и мне интересно какая длина волос сейчас и так 52 сантиметра получается даже меньше чем за месяц мои волосы выросли на 2 сантиметра напишите в комментариях крутой это результат или нет как по мне это очень хороший результат я считаю что периодически проходить такой курс для наших волос это хорошо тем более в сезон осени зимы когда волосы выпадают сильнее обычного и хочется дополнительно как-то поухаживать за нашими волосами защитить их укрепить вот эту никотиновую кислоту можно купить в любой аптеке я как раз таки покупала у нас просто в соседнем доме также я видела ее на озон и стоила она рублей 300 на мой взгляд очень классное и бюджетное средство далее на слегка подсохшие волосы я наношу уходовое масло у меня масло идет с органовым маслом и баобаба разогревая масло в ладонях и наношу на всю длину главное не наносить на корни чтобы волосы не выглядели жирными и на самом деле уходовое масло может быть любым главное чтобы оно было качественным и еще я люблю когда она приятно пахнет в целом такой простой минимальный уход уже позволяет сделать шаг на улучшение состояния наших волос сейчас у меня есть пару-тройку часов до сна поэтому я позволю своим волосам высохнуть естественным путем и теперь я надену вот такую розовенькую повязку на голову все для того чтобы волосы не мешались на лице теперь я сбрызгиваю лицо термальной водой либо если бы я сейчас была в ванной то я просто умылась и теперь я наношу глиняную маску я просто обожаю делать маски для лица я их делаю примерно три раза в неделю если не забываю ну минимум один раз сегодня я выбрала глиняную маску на самом деле глиняные маски это очень классный вариант для нашей кожи раньше когда я попробовала впервые глиняную маску она мне не понравилась но все оказалось дело в том что она мне просто не подошла потому что есть разные глины разных цветов розовая белая голубая в общем совершенно разные и нужно выбирать именно под ваш тип кожи под вашу проблему под вашу цель в прошлый раз мне глина просто не подошла и я забыла о них на много лет года три или четыре точно не пользовалась глиняными масками и вот сейчас снова запользовалась у меня розовая глина входит составе она по моему самая универсальная и мне по-настоящему нравится эффект поэтому я теперь снова фанат глиняных масок в местах где у меня особенно есть какие-то проблемы это например акне или постакне возможно какие-то расширенные поры или черные точки там я ношу более густой слой тогда он будет сохнуть дольше и соответственно эффект будет больше в этом месте и пока моя маска высыхает я хочу сделать на кухне небольшую заготовку к легкому ужину а это собственно мой ужин будущий еще не сделанный по рецепту идет 500 грамм цукини пока тыква тушится я сделаю небольшой обзор моих комнатных растений во-первых это юбка я думаю вы ее сотни раз видели в моих видео на моих фотографиях это мое любимейшее растение которое относится к роду пальмовых но и в целом она выглядит как пальмочка когда она у меня только появилась она была вы знаете если брать относительно подоконника то вот отсюда досюда вот столько относительно такого то есть она со мной уже много-много лет она переезжала с одной квартиры на другую и я ее пересаживала сотни раз обожаю свою эту пальмочку она сразу же придает дому более зеленый вид более природный естественный и мои глаза радуются второй вид растений это вот такие вот хлорофитумы смотрите каждый мой хлорофитум дает ребеночка и на самом деле я уже устала что они рожают потому что они всю свою энергию отдают вот этому ребенку и у него самого видите листочки не такие зеленые тоже чуть-чуть больное но ничто не могу поделать они постоянно у меня рожают детишек хлорофитум у меня целых три пойдемте в спальню здесь у меня еще один хлорофитум он вот такой большой уже листочки очень длинные и хлорофитум имеет прекрасные свойства он хорошо очищает воздух поэтому я поставила рядом с кроватью прямо вот здесь моя голова и я дышу более очищенным воздухом здесь у меня еще один хлорофитум здесь уже сторона лёши и его сторона тоже очищается этот хлорофитум тоже рожает детишек вот видите здесь целых три и вон там еще 32 я не знаю это просто самое плодородное растение и вот эти вот росточки на самом деле можно отрезать и сажать собственно так у меня и появилась три хлорофитума потому что изначально у меня был только один вот этот вот и я их так размножила я совсем забыла пробую кусочек на готовность она уже мягкая кстати сейчас я просто хочу поговорить с вами по душам рассказать чем я занимаюсь вечером поделиться какими-то своими мыслями и еще попробовать одну новую вещь это новая вещь пала санта возможно кто-то из вас уже пробовал потому что это достаточно популярная вещичка здесь идет вот такой деревянный брусок который пахнет эфирными маслами пала санта имеет ряд предназначений как для йоги и так возможно даже и для эстетики но что заинтересовало меня это то что она расслабляет как-то успокаивает и после этого вы хорошо спите по крайней мере так было написано и вот сейчас вместе с вами мы попробуем это во первых а во вторых я оценю какой же у меня сегодня будет сон я думаю что можно зажечь прямо от свечи здесь написано что оно должно разгореться в течение 20 секунд подождем и взмахом руки нужно потушить так у меня не тушится господи это очень красиво мне здесь подготовлена тарелочка на которую я могу поставить это дело и она продолжит дальше клеть ну что мне на самом деле очень интересно подействует ли она на меня и кстати сегодня на лепке я делала такую маленькую тарелочку с надписью калом как раз таки для того чтобы класть потом вот эти палочки пала санта на нее либо что-то другое может какие-то украшения мелочи теперь я хочу рассказать вам о двух своих небольших вечерних хобби во первых это чтение книг я очень люблю читать их перед сном потому что в те дни когда мне хочется лечь пораньше и я понимаю что я просто не могу уснуть я начинаю читать книгу и они меня как-то убаюкивают то есть прямо находясь в кровати буквально 20 минут или полчасика я читаю книжку которая расслабляет мою голову и погружает постепенно в сон не знаю полезно это для организма или нет но самое главное мне это нравится и сейчас я читаю книгу вторая жизнь увы я уже делилась этим с вами в инстаграм в телеграм я прочитала половину и могу сказать что эта книга укутывает как уютный пледик несмотря на то что здесь главный герой это мужчина взрослый а точнее говоря уже старичок одинокий такой немного борщливый но тем не менее эта история прямо трогает за душу она такая милая хорошенькая и эту книгу я решила прочитать после просмотра фильма вторая жизнь увы если вы не смотрели фильм то советую и второе вечернее хобби это просмотр сериала на английском языке сейчас раз в неделю занимаюсь английским просто для поддержания языка для смены фокуса и моя преподавательница дала мне доступ к сайту где есть разные сериалы на оригинальном языке кстати я смотрю сериал детства шелдона это такой легкий ненавязчивый сериал который идет по 20 минут и я его уже смотрела на русском поэтому мне гораздо легче понимать его на оригинальном языке и в целом я советую этот сериал как на английском языке так на русском потому что он очень легкий длится всего 20 минут и раньше я его любила смотреть за завтраком и так я сейчас умылась помыла руки и самое время завершить вечерний уход за лицом осенью я начинаю вносить свой уход кислоты а именно у меня здесь кислотный миндальный пилинг я не люблю использовать кислоты летом потому что кислоты и солнце это все не очень хорошо сочетается и с кислотами нужно обязательно использовать spf фильтр поэтому я использую кислоты только в холодное время года когда не такое активное солнце и наношу я его только вещам то есть утром я все-таки не рискую его носить ношу его без использования ватного диска просто выливаю на лицо кстати если у вас на лице есть какие-то повреждения вскрытые прыщики то на эти места лучше не носить кислоты потому что иначе будет очень сильно щипать чем я люблю кислотный пилинг это тем что с утра ты просыпаешься и твоя кожа как будто сразу же выглядит более сияющей здоровой и как будто мелкие вот эти все прыщики рассасываются могу сказать что так действует у каждого но вот у меня именно так и три раза в неделю я наношу на ночь кислоты если вы ранее не пробовали кислоты то возможно сейчас самое время это прогуглить почитать о них подробнее и понять нужны ли это вашей кожей и возможно именно для вас она станет палочкой вручалочкой единственный неприятный момент это то что кожа потом липкая и если сразу же ложится в кровать то ты будешь чувствовать как ты прилипаешь к подушке еще одна тема которую я хочу раскрыть это иногда нам кажется что у других людей все идеально а вот у нас все идет как-то не очень мы какие-то не идеальные нам все трудно я не знаю куда дальше двигаться и вообще правильно ли я делаю и знаете вы не одни такие об этом думает если не каждый второй то каждый человек вот например я хоть и позитивный человек часто улыбаюсь но знаете у меня тоже есть проблемы у меня тоже есть вечера когда я плачу когда я думаю что зачем я вообще этим занимаюсь это вообще никому не нужно да я того-то не добилась живу на съемной квартире или машину не вожу в общем минусов можно найти миллион начиная от каких-то материальных вещей заканчивая на эмоциональном уровне взаимоотношения с партнером с мамой с подругом не знаю поэтому не думайте что вы одиноки вы точно такой же человек как и я как и другой там человек вася марина маша все мы имеем недостатки все мы имеем минусы все мы имеем проблемы и это нормально прямо сейчас если вы считаете себя тем человеком который имеет минусы проблемы дайте знать об этом в комментариях чтобы другие люди понимали что мы не одиноки что мы все просто люди и что у нас у каждого одинаковые проблемы и на таких мыслях я хотела бы закончить этот разговор но остался последний момент это знаете у меня уже появилось новогоднее настроение сейчас конец октября но вчера в телеграме я выложила пост с подборкой новогодних картинок и многие написали да у меня тоже новогоднее настроение да я тоже жду эту пару и поскорее бы вот этот момент волшебства и да во первых я жду этот волшебный праздник а во вторых давайте устраивать это волшебство в своей рутине прямо сейчас повесьте гирлянду поставьте свечку или сделайте имбирные печенья и надо откладывать на потом и ждать особого момента давайте прямо сейчас наслаждаться жизнью и иметь праздник в каждом дне вот я уже начала заговариваться а это значит то что пора с вами прощаться я вас всех обнимаю желаю хорошего настроения и увидимся с вами в новом видео пока пока моя пошла спать поэтому спокойной ночи а